Всем привет! Сегодня 7 июля 2023 года, Беларусь, Павруйск. Приехала я в свой любимый осенник на разведку посмотреть, что есть по благородным грибам. И под конец заеду еще маслят глянки. Посмотрим, вылезли ли грибочки или нет, что вообще здесь есть. Вот такое болотистое место. И посмотрите, какая находочка под осиной. Да красивый какой, молоденький, сантиметров 5 приблизительно. Опа! Так что, Бобруйск, начало положено. Ну, что, можно сказать, пошли первые разведчики. Вот, встречался такой красивый подберезовик. Молоденький, крепенький какой. Вот такой грибочек. Немного червивый. А вот, смотрите, какой старичок сидит. Вот это старичок. Иду к старичку, а глазами смотрю по сторонам. А вот еще что-нибудь попадется. Ну, это уже совсем старенький. Мы его здесь оставим. Путь распространяется. Ребята, посмотрите, какие красавцы! Ребята, посмотрите, кто видит и сколько видит. Ну, это же просто загляденье. Посмотрите, первые-первые подосиновики пошли. Да толстенькие, белоножковые. Вот это загляденье. Вот это загляденье. И вон еще один прячется. Видим? Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот хорошо видно. Вон он прячется. Вот такие беленькие. Посмотрите, какие нехорошенькие. Пойду пробегусь еще, посмотрю. А эти, смотрите, пока не начала фотографировать, я даже не знала, что их двое. Вот какие хорошенькие сидят. Еще один вот маленький, но мы его, конечно, закроем, чтобы не пересыхал. Хотя соберем. О, какие хорошенькие сидят. Мы обдурим грибницу, выкрутим. Выкрутим подосиновики. Грибница будет думать, что урожай не удался. Да. Надо выпустить еще подосиновики. Ой, а тут, наверное, маленький еще. Что-то тут такое. Ага. А вон еще маленький растет. Смотрите, какой малыш. Вот. Листями прикрывалась и нечаянно дотронулась. Здесь все посидит. А эти заберем. Так что, видим, начало есть. Идут маленькие грибочки. И эти. Ох. Ну, эти хочу сфотографировать без листиков. Так уже прячутся. Только их не нашли. Но зато какая красота. Посмотрите. Плевую. Здесь они как с картинки. Как настоящая картинка. Вот это бомбочки. Вот это бочоночки. Мало-помалу лес просыпается. Грибочки растут. Так что ждем лучшего урожая. Пошли луговые опята. Что тоже очень хороший знак. Новая локация. Приехала я на разведку в такой вот сосно-лес с маслятами. Пока ничего. И тут же по сосняку. Сядут вот такие подберезовики. Ох. Красавка. Пошли. Боже. Боже. Подтянула меня. Залезть вот в такой темненький, мрачненький лесок. И видимо не зря. А вот по-любому тут прячутся грибочки. Да какие! Красота! Ничего себе, какой бочонок! Вы только посмотрите! Вот это бочоночек! Вот это размерчик! Хожу медленно, смотрюсь тщательно, потому что они настолько сильно сливаются с листой, что очень сложно их разглядеть. Вот такие пошли! Молоденькие-молоденькие! Детеныши-подберезовики! Он прямо на дорожке стоит еще один молоденький-подберезовик. Кто его заметил? Ну? Грибники, давайте! Смотрим, смотрим! Вот он как прячется! Вот такой малыш! Малыш! Красавчик! Я обошла все свои самые-самые масляточные точки, где они выскакивают раньше всех и сто процентов. Не было ничего. лечу назад, галопом по Европам и вот тебе первый и единственный масленок. Больше пока не было. А вон там, с другой стороны, стоит вон какой-то герой подберезой. Прям в центре. Вот такой красавчик! Один из самых верных признаков найти гриб это стать лицом к машине и сказать «Все, пора домой!» И тут же начинают попадаться грибы. Не знаю, как у вас, а у меня это действует безотказа. Кто здесь нашел грибочки? Ну-ка! Вот, давайте посмотрим, что же здесь такое прячется. Вот. Подберезовик и тут, я предполагаю, тоже. И здесь маленький подберезовик. Вот. Кобары едят невозможно просто. вот такие подберезовики. Ну, я прям не знаю. Таких размеров я подберезовиков еще никогда не встречала. Он, чтобы вы понимали, где-то размером от края до края будет сантиметров двадцать. Если не больше. И вы у нас же вот такой экземплярчик. Вот такому лесу, ребята. Причем тут кто-то их собирал, потому что валяются ноги, шляпки. Вот. И вот по такому лесу шаримся и ищем. Так. Новое место. Вот такой лес. Болото. Тут сыра. и посмотрите на эту красоту. Сколько здесь лисичек. И никто до них даже не добрался. Вот. Такими синейками, полянками сидят. Но тут сыра. Тут болота. Вот. Ой. Комары грызут невозможно. Вот такие лисички. Они даже вон гниют уже. Прям маленькие вон гниют. Наверное сильно большая припарка. Потому что в лесу жарко. до него возможности. Вот. Смотрим. Дальше пошли. Ой. Вот они прячутся прям в канавках. Вот. Ох. Какие хорошенькие. лисички. Посмотрите. какая волна лисичек. Прям я не знаю. А тут самое интересное начинается. Посмотрите, сколько их здесь. будет. Вот. Вот. Прям букетами растут. Приятно смотреть. И вот 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 сколько идешь, глаза разбегаются. Не знаю, где сконцентрироваться, засинять полянки. Вот такая синейка. И дальше просто по бурелому, поэтому тяжело лезть. И вот дальше, дальше, дальше по этим рытвенам и пошли лисички. Вот такой вот лес. Вон болото. Черничник уже пошел. Попробую заснять, если получится. Потому что комары атакуют с такой бешеной скоростью и такой массовостью, что вообще невозможно даже фото сделать. Не дают. Ой, едят как. Все руки облеплены. Не, ребят, не смогу здесь снять видео, потому что комары едят с бешеной скоростью. Я не успеваю за ними. Ох, какие красивые подберезы. О, красавцы. А это как нарисованы. Хорошо. Ой, молоденькие, крепенькие. Вот такие экземпляры у нас сейчас пошли. Все вроде. И очень много старых. Прям очень много старых. Вон, смотрите. Сейчас идут. Вот сколько старых. Вот. Вот такой старый-старый подберезовик. Приманел меня. А тут вот такой молоднячок сидит. О, молоденький, крепенький, темноголовенький. Ох, красавчик. А он здесь не один. Вот такие красавцы подберезовики пошли. Даже не знаю, там один, тут один. Куда бежать впервые. Ой, какие красавцы. О, такой сидит. Как с картинки нарисованы. Ой, а там целое вон. Смотрите, сколько малышей лезет рядышком. Так, как-то надо его так сделать, чтобы не повредить грибницу. Тогда те будут расти дальше. Все, малыши пусть растут. И еще один тут был. Так. Вот. Ой-ой-ой. О, какой сидит богатырь. Вот такие красавчики у меня здесь растут. О, какова красота. Посмотрите, какой красивый пошел. Молодняк. Вот такие молоденькие. Примолоденькие, маленькие подберезовики. И вот. Вот такая семейка. И вон еще один за веточкой припрятался. Сидит, ждет. О, семейка. Картина маслом. Картина маслом. Я уже, наверное, пятый или шестой раз еще собираюсь домой. Вот этот большой меня приманил. Рядышком. Вот такой черноголовик красавец стоит. Вон малыш сидит, выглядывает. И здесь прям семейство. Так. Давай все будем открывать, смотреть. Ну, а этот у нас сразу видим. Вот тут что за бугорок. Вот, смотрите, какой малыш. Карапузик. Они сейчас такие толстоногие. Такие хорошенькие. Вот какой прячется. Вот такая семейка. Смотрите. Вот семейка подберезовика. Какая красота. Опять старички приманили. Вот. А рядышком сидит. Посмотрите, какой красавчик. Какие они приятные. Красивые сегодня. Гребенькие. Комары замучили настолько, что я уже даже видео не могу снимать. Вот семейками такими растут подберезовики. Вот. Только собираю грибы. Потому что война с комарами просто жуткая. Средства не помогают. Вот это находка. Прямо перед машиной. Маслята. Зернистые. Луговые. Только-только пошли. Совсем-совсем-совсем малыши. Вот такие. Совсем. Вот я даже чуть не... Ох! И тут чуть-чуть подавила. Вот. Совсем маленькие. По сантиметру где-то. И пошли они по лугу. Вот. Вот такие красавчики. Совсем молоденькие. Вот. Вот такие луговые опята. Это не по лесу. Это по полю. Вот. Да посмотрите сколько их тут. Я даже сразу не заметила. Вот один большущий сидит. И вон как насыпано. Маленьких. По кругу. Вот. Ну это еще совсем маленькие. Замучишься такие перебирать. По лугам. По полям. Пошли молоденькие-молоденькие. Зернистые. Маленькие. Маленькие. И в очередной. Наверное. Десятый раз. Пытаюсь. Уехать домой. Пытаюсь. Пытаюсь. Но у меня что-то это не особо получилось. Вы посмотрите. Какая красота. Ага. И вон еще сидят. Вот. В центре. А вот маленький идет. Смотрите. Совсем-совсем маленький. Вот и подошла к концу. Сегодняшняя моя грибная разведка. Получилось вот столько лисичек. И вот столько березовиков. Из них пять подосиновиков. Жменя маслят. И остальные все подберезовики. Люди в лесу есть. Грибы собирают. Про грибы все знают. Но чтобы это насобирать. Нужно было походить по лесу часов пять. Вот. Причем на разных местах. Проехали несколько своих мест. В общем вот такой результат. На этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Удачной вам тихой охоты. Субтитры сделал DimaTorzok.